И снова к теме Челябинских дорог. На шум от оживленной магистрали пожаловались жители Ленинского района. Ни днем, ни ночью нет покоя, рассказали люди. На встрече с временно исполняющим полномочия главы города Владимир Элистратов заверил. О проблеме власти знают и решение уже есть. Помочь могут шумозащитные экраны. Они позволят снизить уровень шума почти на 20 децибел. Их установят от улиц Рождественского до Троицкого тракта уже в этом году. Сейчас готовится проектная документация. Жители домов, которые расположены по автодороге Меридиан, для них естественно это проблема. Сегодня услышала, я думаю, что жители будут очень довольны, я даже сама, что мы будем ждать, что деньги выделены и этот вопрос будет решен. Это мировая практика решения таких вопросов, уверяет Владимир Элистратов. Кроме того, шумовые ограждения будут защищать и от пыли, и от грязи. На встречу с активом Ленинского района поднимают и вопрос развития плодушки. Как ни странно, в Ленинском районе достаточно индустриальный район. Вопросы в основном были на тему, как организовать отдых. То есть интересовал вопрос, где будут отдыхать люди, как будет развиваться парк Плодушка. Люди получили ответы. Плодушка находится под прямым контролем губернатора. Средства у нас выделялись и в прошлом году, и в этом году. Парк будет в ближайшее время. Отмечу, на развитии территории Плодушки в прошлом году направлено 9,5 миллионов рублей. Осенью в парк приезжал губернатор Борис Дубровский, дал поручение благоустроить территорию в кратчайшие сроки. На эти цели по программе формирования современной городской среды будет направлено не менее 40 миллионов рублей. Заработает с наступлением тепла и фонтан в пруду девичьи слезы. В конце прошлого сезона он не функционировал из-за обмеления водоема, а теперь его будет питать скважина. Добавлю, что такие встречи с жителями районов помогают Владимиру Елистратову принять верное решение в развитии Челябинска и делать упор на то, что советуют ему горожане.